Зазволение Всевышнего Аллаха, Субханного Та'ля. Продолжаем разбор темы Единобожия в вопросах и ответах. Мы дошли до 37 главы. Глава называется «Баб Минаширки и Радату Линсани Биамалиги Аддунья». Глава о том, что стремление человека совершать праведное деяние ради мирских благ является одним из видов ширка. Главу шейх назвал о том, что стремление человека совершать благие дела. Тут он не сказал слово «благие» в названии, просто сказал «Биамалиги своими делами». Но мы добавили слово «благие» для того, чтобы понять, что речь в этой главе будет идти о праведных делах, о поклонениях. То есть дела связаны с тем светом, и которые должны совершаться только ради лига Господа Субханного Та'ля. Что касается мирских дел, которые не являются тем, за что человек получает награду, то нет проблем совершать их, стремясь к чему-то мирскому. Как торговля, допустим, или же пассив, или производство и тому подобные вещи. Нет проблем в том, чтобы целью человека в этих вопросах являлось что-то мирское. Потом Барак Лауфику мы сказали, что глава называется о том, что стремление человека совершать благие дела ради мирских благ является одним из видов ширка. Под ширком тут в своей основе подразумевается маленький ширк. Ученые говорят, что разница между этой главой и предыдущей, а я напоминаю, что прошлая глава была о показухе, в том, что тот, кто занимается показухой, его целью является похвала людей. А в этой же главе будет говориться о тех, кто совершает благие дела, чтобы приобрести что-то из тленных благ этого мира. И может быть, этому человеку, не важно, что говорят о нем люди, не важно их хвала, ему нужно имущество просто, допустим, или же занять какое-то положение в обществе, или же занять какой-то пост и тому подобные мирские цели. Другие же ученые говорят, что эта глава как будто бы является продолжением предыдущей главы, главы о показухе. Так как может быть и так, что человек объединил в себе два качества сразу. Как показуха, так и желание получить мирские блага путем совершения благих дел, как на это указывает понимание сподвижников пророка, салаллаху алейхи вассалям. Ибн Хиббан, рахима Аллаху альхи вассалям, упомянул в своем сборнике хадис от Абу Гурайры, в котором говорится о том, что пророк, салаллаху алейхи вассаляма, рассказывал о том, что Всевышний Аллаху альхи вассалям в судный день снизойдет к своим рабам, чтобы рассудить между ними, или же чтобы их рассчитать. И все общины будут стоять на коленях. И первый, кого призовут, это человек, который изучал Кур'ан. Второй человек, который воевал на пути Всевышнего Аллаха. И третий, это богатый человек, то есть который расходовал что-то внешне, как это казалось, на пути Всевышнего Аллаха, Субханна Уталим. И Всевышний Аллах, Субханна Уталим, скажет, чтецу Кур'ана, «Я тебя научил тому, что не спослал своему посланнику». Салаллаху алейхи вассалям. На что тот ответит, «Да, о Господь». А что ты, говорит, делал? Или как ты поступал в соответствии с тем, что узнал? На что тот человек скажет, «Я постоянно, то есть, жил в соответствии с Кур'ана, как днем, так и ночью». На что Всевышний Аллах, Субханна Уталим, скажет ему, «Ты лжешь». И ангелы скажут ему, «Ты лжешь». Всевышний Аллах сказал, «Все, что ты хотел, чтобы люди о тебе сказали, каре, чтец». И действительно, так и было сказано. Затем приведут человека, обладателя имущества, и Всевышний Аллах скажет им, «Я до того сделал тебя богатым, что ты ни в ком не нуждался». И он скажет, «Да, так и было, о Господь». «И что ты сделал с тем, чем я тебя наделил?» Он скажет, «Я поддерживал родственные узы и дораздавал милостыню». На что Всевышний Аллах, Субханна Уталим, скажет ему, «Ты лжешь». И ангелы скажут ему, «Ты лжешь». И Всевышний Аллах ему скажет, «Поистине все, что ты хотел, чтобы про тебя сказали, такой-то щедрый». И действительно, так и было сказано. И потом приведут того, кто был убит на пути Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах спросит его, «За что ты был убит?» И он скажет, «Мне был приказан совершать жигат на твоем пути, и я совершал его, или же воевал, пока не был убит». На что ему Всевышний Аллах, Субханна Уталим, скажет, «Ты лжешь». И ангелы скажут ему, «Ты лжешь». И Всевышний Аллах, Субханна Уталим, скажет ему все, что ты хотел, чтобы сказали про тебя, что ты смелый». И так и было сказано. Затем посланник Аллаха, Салаллаху, Алейхи Ассаляма, говорит Абу Гурайру, «Ударил меня по колену и сказал Абу Гурайру, эти трое первый, кем Всевышний Аллах разожжет огонь в судный день». Рассказывается Барак Лауфикум о том, что когда этот хадис рассказали ему Ави и Ибн Аби Суфьяну, он сказал, что это было сделано с подобными людьми. То есть первый, кем будет разожжен огонь, муджагид, ученый и тот, кто расходовал на пути Всевышнего Аллаха свое имущество. А как будет тогда, или же как поступит с другими людьми? И он начал так сильно плакать, что мы подумали, говорили те люди, рассказывали, которые находились рядом с Муави, что он умрет. И затем, это же мы сказали, говорят эти люди, что тот человек, который рассказал этот хадис Муави, пришел со злом. И когда пришел в себя Муави, Муави он вытер свое лицо и сказал правду, сказал Всевышний Аллах, его посланник. И прочитал аят, Тому, кто желает жизни и ближней ее прелести, мы полностью воздадим в ней из-за дела их, и не будут они здесь обделены. Это те, для которых в будущей жизни нет ничего, кроме огня. Это баракалуфикум, что касается названия этой главы.